Hello everybody, hi my students, hello friends. Ну вот мы отмаялись уже, значит, неделю, 1 мая отмаялись уже, 6 число, завтра, ну, фактически уже 7, вот я записываю 7, после вечерней. Вот она вот у нас, май, майская пилорама, назвал я ещё в 20-м году, 16-го, 2-го, рисовал этот график. И вот 6 дней отсчитаем, 5 дней там, 6 неделя, видите, почему пилорам, потому что падение, потом вот так вот раз, и опять падение, опять события, конечно, весёлые события, что там говорить. И вот, что так произошло, что такое самое, ну, мьянмы, это понятно, буркина, фасоид, все кто там их знает, хотя там тоже ведь люди, правда, мы думаем, что, ой, Африка, это всё, что там, там же тоже живые люди живут, так же, как вот в этой, значит, в Путинонике. Афганистан, да, важные события, Афганистан, объявили, значит, в первых числах, прямо первого числа объявили, очередное объявление о выводе войск, но так же, как вот у нас тоже, в Лубянушке, уже 10 раз объявили о завершении операции в Сирии, да, всё время выведут часть войск, а потом больше в два раза ещё туда пришлёт ЧВК, там, Чувака, ЧВК и так далее, и этого, значит, повара-отравителя, да, вот таким образом. Афганистан, да, ну, поскольку действительно там войска-то вывели, и сразу партизаны напали на правительство, на местное правительство, и, как следует, им там показали, кто в доме хозяин, да, и начали делить вот это опять наркотрафик, вот это всё такое прочее. Вот, ну, видимо, Америкация для того вышла, чтобы там перелопатить, да, как вот Англия делает, она выходит, перелопачивает, потом опять заходит, это на околынилис получается, да, вот такая интересная петрушка в Афганистане. В связи с Афганистаном у нас вот эти две республики, якобы там какой-то колодец они начали сражаться, но убивали там уже десятки человек, никто их не считал, раненых там сотни, кошмар. Там Туркменистан, вот, и кто там ещё, Туркмения, да, Таджикистан, Туркмения. Ну, значит, что там? Ну, такие мелкие, мелкие такие, я не буду, как вот в Бразилии там какой-то сумасшедший напал на детский сад. Ну, и там замочил очень много людей. Ну, и, значит, прискорбный случай, что первый секретарь посольства Швейцарии упала с высоты, с гостиницы упала, выбросилась. С чего это был, да, первый секретарь? Это большая величина. Ну, второй секретарь обычно по шпионской линии, а первый секретарь, он представительство культурное осуществляет, культуртренер, да. Вот, и дальше. Израиль постоянно атаковал Сирию ракетами. Мало ракет сбили, а в основном все ракеты попадают куда-то в цель, да. Ну, это мало кто уже обращает внимание, даже, по-моему, Шонга не обращает, потому что это тоже свои же люди. Хаббат-то свой, правильно. Это, по-моему, Натаньях, он в Кремле прописан, там у него и должность есть, и на Лубянке, наверное, у него кабинетик там есть, да. Или не у него, но вот у этого, вот там какой-то Кедми выступает. Ну, это тоже самый Масад, ну, и Хаббат там уже, да. И Сатановский сам там ими руководит. Это по радио, да, через радио. Ну, и что тут такое уж, вот, афганский, да, тоже с выводом связано. Пакистан и афганский, там еще есть у них граница общая. И началась вот там тоже заваруха. И бой, бой, столкновение такое, микробой и столкновение, но оно потом перерастет в большое столкновение. Со временем, если действительно американцы покинут, ну, так же, как вот советские войска-то покинули, там началась уже межеусубица. Ну, когда советские войска были, они тоже там неопределенность, такой неопределенность, хаос создавали. То одного поддерживают, то взяли его и убили, да. Он считал, что его войскова поддерживают, а они его взяли и замочили. Ну, что-то там, какая там политика в Афганистане. Но они туда зашли, зачем, непонятно, потренироваться, тоже вот это оружие отработать. Ну, и дешевое золото там, правда, где-то 50% всего золота в нем, 40-50% низкого качества. Но все равно уже за бутылку можно было кольцо выменить. Это хорошее. А плюс наркота, это еще дороже. Вот, видимо, за этим и заходили там. Ну, и сейчас тоже самый передел вот этого трафика. Вот, это такие вещи. Но не в этом дело. Это просто такие известия. А для чего вот я сегодня включился, что у меня появилась мысль. Как ценят вот людей у нас, да. И посмотреть матрицу Пифагора, посмотреть человека, да. И как его ценят. И действительно, вот тот человек, которого очень ценят руководство, в частности, крупное руководство, руководители стран, там, может быть, даже эти короли, да, ценят. И императоры типа Петра Первого, да, короли типа Елизаветы Второй. И действительно это совпадает. Вот они человека ценят. А как мы тратим Пифагора? На это отвечаем, да. Она его тоже ценит. Так же, как вот мы выработали эту сумму. Сумма соответствует, да, вот этой оценке. И мы сейчас посмотрим на пару человек, и среди них один святой, да. Вот святого нашел. Что интересно, святого нашел сегодня в области математики. Это вообще носит. Математикам же Нобелевку не дают. Но мы сейчас вот посмертно дадим Нобелевку одному математику, крупнейшему математику. Вот таким образом. Посмотрим, мы кого ценят. Королеву вот, королеву. Есть такая девушка, называется она Назанин Захарий Радклифф. То есть она и иранского, и английского происхождения. Муж Радклифф, она сама Захарий и Назанин. Назанин Захарий. Захарий из Сахарии, да, вот. Наша, как она, это, колено такое есть, израилевское, да. И вот с Радклиффом она соединилась и образовала такой союз. Родила дочку, и 22 месяца дочки, маленькой дочке, ей не дали вылететь из раны, и тут же ее захапали. Но это было аж в 16-м году. В 16-м году и захапали, а дочку отдали дедушке по материнской линии там, чтобы дедушка предводил на свидание к ней. А она сидит в тюрьме. То есть там нету такого положения, как вот эта любовь, все будет в связи с малолетом ребенка. Они ее не арестовывали, а домашний арест. А там такого нет, там сразу заграбастали, и все, пять лет она отбарабанила. Вот пять лет, значит, а кто она? Журналистка. Она журналистка и телевизионный работник. Работник, в общем, средств массовой информации. Ну, плюс, конечно, там ценная она в Англии, почему за нее сейчас ходатайствует. Она отбарабанила, вроде бы, выйти. А ее сразу еще на год упекли. Там по какому-то мелкому делу еще добавили, навертели еще один год. Но идет торговля, потому что у Ирана заарестованы где-то 7 миллиардов фунтов в Англии. Заарестованы. Не выдают. И вот, значит, они держат это, как вот сейчас держат Навального. Фактически Навального. Почему держат? Потому что они вымогают, чтобы отпустили выарестованные вот эти вот вклады этих наших сэров-пэрэфхеров и этих, как его, брахманов. Да, брахманы – это олигархи. В Индии называют брахмана, а у нас вот олигархи – это титульные нации, да, в кавычках. Сами себя определили как евреи. Никто их не называл, они сами себя назвали. Само название. Вот таким образом. То есть песня такая же. Вот она типа Навального, вот это вот, Назанин, Захарий Радклифф. И посмотрим, как ценит государство, да, Англия. Я всегда считал, что Англия – это жадные люди, это жутко жадные. Там у них вообще фунт не выпросишь, они тебе ничего не… Что бы ты ни сделал, то там их вообще… Что бы ни сделал, тебе они ничего не выпрошат. Вот так вот. Хотя украдут у тебя, все оберут, а назад кэшбэк не получишь. И вот мы сейчас посмотрим ее характеристику. И если у нас действительно… А, да, кстати говоря, Англия сказала, что мы за нее даем 400 миллионов фунтов. Представляете, да? То есть оценили они эту девушку 400 миллионов фунтов. Вот это солидная сумма. Это для Англии равносильно повеситься королеве, да? А что бы выдать 400 миллионов за одну девушку? Значит, она ценная, правильно? Вот на что я обращаю внимание. Ну, для нас важно, что она еще по Пифагору ценная. А если это совпадает, то это уже вообще Пифагору слава опять будет. Ну, вот она лошадь эта, типа Шульман, да? Вот это, а она заняна Захария Ротклифф. Заложница, засредства Ирана Грейт Брейтен. Журналистка Рейтерс. Агентство Рейтерс. И вот, значит, эта лошадка 26-12-78-го, вот так она по Википедии рождена. А так вот, если после вечерней, то разницы нет. Небольшая разница. Смотрите, тут 14, тут 14. Здесь, правда, дельта плюс 4, здесь плюс 3. Святость здесь 2-4, такая же тут. Революционность, правда, здесь минус единица, а здесь ноль. Никакой революционности. То есть, тут здесь она вообще консерватор, а здесь вообще к политике равнодушен к этим всем изменениям. И здесь вот она ангел на короткое время, видите? Ну, это после вечерней, а здесь вот не после вечерней. И харизма вот большая, да? Скорее всего, это вот эта ее матрица, как она на самом деле есть. Все, и восьмерочка есть, пятерочка есть, смотри, как хорошо. Все. Вот она журналистка. И 14. Я обращаю, восклицательный знак всегда ставлю. Это ценнейшие люди, особенно дельта плюс 4. Не жалко за ней заплатить и 7 миллиардов фунтов отдать, а девушку выкупить. Ну, вот они у нас вот будут сидеть, он тоже хороший человек, но даже никто не шевелится, его оттуда выкупят. Почему? Потому что у них там важны офшоры. Офшоры дороже людей у нас. Это понятно, да? У нас цена человеку, это, ну, особенно со стороны, если сверху взять, вот с этого пик, как говорится, Сухаревской башни, да, вершину Сухаревской башни, там люди такие ничтожные, кажется, и все такое прочее. Поэтому совсем другой подход. Ну, одно дело там рабы, и рабами руководит сам раб на галерах. Ну, какое тут мелкота такая, люди вот типа моли какие-то летают, там вот, банк, бакс, бакс, да, флайер, бакс по-английски. Вот такая девушка. И смотрите, вот, значит, что получается. За нее платят 400 миллионов. Пифагор тоже, видите, как ее оценивают хорошо. Значит, мы, наверное, пути, когда мы применяем эту матрицу. А что такое матрица? Ведь одно из значений слова матрица означает матка. То есть, как матка вот родила ребенка, и она дает ему эту матрицу. То есть, из матки получается, эта матрица, с чем приходит человек на землю, да? А с чем уходит, это у него уже в другую матку, он у нее идет уже, да, со своим багажом, который тот наработал. Ну, через какое-то время, конечно, да? А может быть и сразу, но в другое тело. Он даже сам не замечает, что он продолжает жить, но в другом теле. И вроде те же самые условия параллельные. Все это дело параллельно. Так же, как в Библии написано, что, значит, праведник не узрит смерти никогда, но перейдет от смерти в жизнь. То есть, он не заметит от смерти, а просто он так же сидит, но то, что может, если мелко под микрофлоком посмотреть разницу в одежде там или в чем-то, то можно это заметить. А так не заметишь, даже как и перейдешь, и окажется в этом же кресле, в этой же рубашке, в этой же шапчонке, но уже в параллельном другом мире. Вот таким образом. И он будет все время повторяться. Люди это будут тоже те же самые. Но это мы перешли вот к эзотерике. И логично тоже посмотреть, насколько переоценены люди. У нас есть такой Вера Стичка канал. Вера Стич. Вера Стич. Еще что-то какое-то слово. И она все время пророчества выдает. Пророчества. Она уже там 600 или 600 пророчеств. Только выдает одни пророчества. И всех вот этих старцев, каких собирают, кто что-то там написал в желтой прессе, она все выносит к нам. И вот недавно я у нее прочитал. Она таким загадочным голосом вещает. Все как будто это там вообще сказка. Перед сном хорошо заслешь. И вот она провещала индийский, очередной индийский, значит, пророк. Тут такой пророк. Мы как-то разоглачили это. В Индии же много проходим. Мы это знаем. Там система такая. Нищета, она покрывается чем? Тем, что люди становятся как бы естественно голодающими. Йогами мало должны потреблять. Мало потреблять, много паститься. А, соответственно, у них, значит, сознание проявляется. Они что-то даже видят, какие-то ясновения и все такое прочее. Ну, и тут она навешала мне лапши на уши. Это веростичь. Что вот там есть такой прохладжани. Прохладжани. Это пророк. Но про пророк она мало сказала. По сравнению с Падро Пиво, он повторил просто Падро Пиво, одну из его пророк. И больше никаких пророк. В основном она описывала его жизнь. Жизнь, житие. А житие у него, какое житие? С восьми лет он как-то, владитель решился, и пошел скитаться по горам, долам и сам по себе. Жрать нечего, он по лесу ходил, ходил, и на бревна пещеры, и с восьми лет жил в этой пещере. И это до девяносто лет, да? С какого он года? С двадцатого, то есть, да, с двадцать девятого года. И с тысяча девятьсот, и до две тысячи двадцатого прожил. То есть, я девяносто четыре года у нас, значит, и ничего не ел, как утверждает вот эта веростичь. Ну вот, в чем заключается, значит, оправдивая, есть такая оправдивая ложь, как я называю, и лживая правда. Вот это вот лживая правда. Почему? Он утверждал, что с восьми лет он ничего не кушал, кроме солнца. Вот он солнце там заряжается от солнца. Ну, это, если человек без юмора к этому делу подходит серьезно, то у него сразу шарики все переворачиваются, и он становится с ног на голову у человека, в одурении становится. Как этот человек ничего не ест и не пьет? А живет? Девятдесят четыре года. Но с другой стороны, он же может отмазаться, этот честный такой прахман, как говорится, да, прохват этот, Джани. Он отмазался, ну, все мы живем от солнца, потому что солнце дает все питание нам. И вот эти все травы, все растения, все это солнце концентрировано, да, и солнечная энергия все это произвращает, способствует фотосинтезу, да, за счет фотосинтеза. То есть он вроде как бы говорит правду, но с другой стороны, если понять, что он, в принципе, ничего не ест, то это, конечно, ложь, потому что, ну, сколько он там проживет, ну, это понятно, ну, дней сорок. Он Навальный проголодал, это уже он бросил там, все, начали его пичкать чем-то. И потом ребенок в восемь лет, он как в пещере может один? Значит, к нему кто-то ходил, его, как говорится, к этому делу приспосабил, ну, какой-то еще йог, который там жил в этой пещере. И они жили, и к ним, конечно, паломники там. И как вот это рассказано в Библии, в одном языческом храме, где поклонялись вот этому, как Ваал Гоферу, да, Ваал Гоферу этому. Скульптура стояла, это Ваал Гоферта. И обслуга была, при этом храме большая обслуга, там жил священник с семьей и все такое прочее. А требовалось что от прихожан? Кормите этого Ваал Гофера-то этого. Он же потому что жрать-то должен, хотя он скульптуру, но рот у него открыт. И он, они утверждали, священники, что он жрет по ночам. Он, так же как мусульманин, он при свете дня не ест, он только по ночам жрет. Поэтому вот кладите перед ртом, и все. Утро приходит, ничего нет. Ничего нет. Храм закрыт, все закрыт, дверь открывает. В храме никого не было, а в храме ничего нет вообще. Но потом обнаружил, что там потайная дверь, потайная была так загорожена, там камни-то двигались, и входила вот эта вся семья, и они все дружно, весело поуждали, и все мусор вытащили с собой, и все чистенько оставили. Приносите еще, приходите, приносите. Вот так же вот в этом прохладжане. Поэтому, когда там говорят, вот веришь или не веришь, а тут надо символ веры сразу прочитать. Веру и воедину Бога, Отца Вседержителя, Творца, небо земли. И так далее, и тому подобное. По накатанной схеме. И никому больше ничего, никому не верить. Ни Путину, ни Шалопутина, ни Залопутина, никому не надо верить. А только Богу, единому Творцовичу Содержителю. Потому что все говорят, и говорят все пустое. Вот этот прохлад. Он прохладный такой, Жанни. Мы сейчас его посмотрим. Прошу матрицу. Он рожден-то был, видите, он хорошо рожден. Три четверти у него святость. Сумма хорошая. Дельта минус один, правда. Ир минус два. У него заложены родители. Хорошо ему заложили. И в год змеи родился мудрость. Ну, они хитрые эти змеи, да. Поэтому он всех обманул. Вот таким образом. Написано, что он 26-го. Он просто сказал, там к нему пришли исследовать. А он перед этим постился неделю. Его пришли исследовать. Он действительно, оказывается, ничего не ел. Ну, и не какал, и не писал. Вот, и все. Оказывается, он все постился. Куда там ни с чего. Никакать не писать. Вот 26-го, 20-го он сказал. Я, в общем, решил отдохнуть. Но, видимо, он решил при консподентах сняться, чтобы в истории остаться. Сказать, как вот этот вот у нас-то был Керенский. Он тоже там все бросал, все хотел. Жизнью покончить. С голоду тоже ничего не жрал. И медики его капельцами кололи. Но этого не стали колоть. Он так и скончался среди медиков. Вот 26-го, 25-го. Вот, видите, здесь две четвертых святости. Сумма 11, дельта, правда, плюс 1. Видимо, там он хорошо устроился в этой пещере. Уютно ему там было. А вот если он 27-го скончался после вечерней, то у него уже три четверти святости. То есть тоже дельта плюс 1 и тоже сумма 11. Но революционность уже большая. Р-4. А тут 3. Ну, он там говорил, что революционность там будет. Я помру, и за мной миллионы. В общем, через два года миллионы погибнут. Ну, они так, естественно, сами миллионы погибают, потому что на земле сколько там? 7 миллиардов. За год там, за два года там, если там тысячи уже сейчас в России, то сколько там тысяч? Целый город. То в Индии-то и подавно там смертность большая, поэтому тут никакого прорусства нет. А игрослов. Опять лжевые, правда. Вот такой вот святой. Ну, правда, у него пятерочка есть, восьмерочка и троечка. Все, как говорится, схвачено. Это примерно как, ну, только сумму вот он потерял, потому что он не учился, ничего там не учился. Ну, приобрел дельта плюс один. И революционность, здесь он совсем был реакционер, а тут добавилось, революционность стал революционер. Революционные пророчества. Это с него начали уже солнцеяди ним заниматься, да, солнцеяди, и тоже начали провозглашать себя такими солнцеядами, что они ничего не едят вообще. Ну, типа вот как эти Валгоферы-то, служители Валгофера, мы тоже ничего не едим, а все этому скульптуре это и отдаем. И скульптура все пожирает. Все понятно. То есть вот мы, значит, прохлада, его на солнышко вывели, этого прохлада. Он не святой. Но зато обнаружился некто Леонтий Филиппович, да, по кличке Магнитский. А кто его? Это математик. Вы помните, математика Магнитского и смотрицкого грамматика, по которому учился сам Ломоносов. Ну и многие другие поколения. Издавалось очень много лет. По-моему, до революции все учили по Магнитскому. А потом так Киселеву пошли и все такое прочее. Их потом рассмотрят. Ну, интересно, вот этот вот из крестьян и сверских. В Твери вот Осташков такой город есть, Осташков и Тверской губернии. Тверь вообще, Тверская губерния, она характерна тем, что вот татар-монгольская игра не так туда, и они, шевелку туда не сходил, потому что там одни болота, тьму таракани, да, хуже тьму таракани. И они туда не лазили, потому что там коней-то нигде пасти, потому что один лес. И сохранилось вот это, христианство сохранилось, исходное, которое вот после крещения, вот первого крещения. И много святых оттуда произошло. Особенно вот деревня там Старица, есть из этой Старицы, даже произошли и патриархи, и митрополиты, патриархи, и все такое прочее. Ну, говорят, что Магницкий тоже был племянником вот какого-то архиерея, Нектария, да, Нектария, Осташевский он или Тверской, хотя отец у него был крестьянин, и работали они на земле с отцом, пахали-пахали, ну, потом он пристался в монастырь возить монахову рыбу. А поскольку он очень неотчитанный был, к книгам, видимо, там, как племянник он туда заходил, к этому дяде, и книга-то нахваталась. Когда он возил рыбу, монахи там все удивились, насколько он грамотный, и взяли его туда в монастырь. Потом он выдвинулся в славяно-греко-латинское, его определили, это сейчас она называется Московская духовная академия, а раньше была она славяно-греко-латинская. Она сейчас в Сергию Посаде, в Троицей-Сердцевой лавре находится, это академия. Вот он закончил эту академию, там три языка, еще три языка, шесть языков, там голландский, еще какой-то всякий, французский, что только там не изучал. Но математики там не было, в славяно-греко-латинское. Он самостоятельно, видимо, как-то изучал эту математику самостоятельно. Почему? Потому что он немецкий знал, французский знал. А, видимо, как-то вот доходили эти какие-то бумаги, ведь издавали, что труды Лебница, там и французский математикам. В это время жил-то и Лебниц, жили другие математики, энциклопедисты уже появлялись, начали. И вот, да, как раз он еще был помоложе немножко, Лебница, потому что Лебница где-то в начале, в 1707-м, скончился, а он еще жил долго. И 9 лет он отбарабанил в этой академии и попался, значит, его выдвинули туда, попался в Петербург, направили, и там он встретился со старем. Почему? Потому что вот по матрице мы посмотрим, опять Пифагор нам подтверждает, что отличался он очень общительностью большой, легко разговаривал с людьми, находил общий язык со всеми, и людям было к нему интересно, к нему тянулись, он как магнит притягивал людей. Этот человек, как работник СМИ, вот с тремя девятками, мы обращали внимание, да, с тремя девятками к ним люди липнут, потому что они интересно рассказывают. Вот таким образом он попал к Петру Первому, и Петр Первый ему дал вот кличку Магнитского, потому что он как магнит в себе притягивал людей. А так его было фамилией-то вообще Теляшин. Теляшин обыкновенные фамилии, местные там, Тверская. И вот этот вот Теляшин, значит, от Бога математика, начал, его Петр Первый определил, в 1701 году он уже был направлен вот эту Сухареву башню. Мы знаем знаменитую Сухареву башню, где была вот эта школа навигаторов всех у него. И там же вот этот масон был интересный, там Брюс, по-моему, Брюс, да, подвязался в этой Сухареву башню. И многие другие. Там, в общем, была типа академия, такой, техничный, как у него, МВТУ, да, своего рода местный МВТУ, то есть того времени. Очень многие преподаватели были англичане. Его направили туда как бы помощником этого преподавателя, помощником преподавателя математики. А поскольку преподаватели-то все были англичане и немцы, то он их подменял, когда немцы-то бухали и англичане и пропускали занятия, и просыпали потом, а его пускали, значит, на подмену на скамейке запасной. И потом он так понравился, но эти его не взлюбили, все англичане. И даже начальник вот этой вот пишет графу, начальник этой сухаревской башни пишет графу, что, мол, преследует нашего вот этого парня, то он очень умный, а эти то порывают, которые навигация ничего не знают, а они его преследуют и левнуют. И, короче говоря, его повысили, очень стали повышать, и в 14-м году он уже там был незаменимый преподаватель, а в 31-м, по-моему, году он уже всей сухаревской башни всей этой школы математической владел. Но там не только математику преподавали, все подряд. Он преподавал математику, геометрию, тригонометрию, навигацию, астрономию. Вот такие вещи. И написал он книгу, там, вот знаем, как книга называлась, да? Арифметика, сиречь, наука, числительная, из разных диалектов на славянский язык переведенные, воедино собранные и на две части разделенные, то есть в двух томах. Он издал эту математику свою магнитскую. И вот мы посмотрим вот у святого 19.6.1669 он родился. Смотрите, 14. Вот как Петр I ценил таких же людей, да? Как королева английская вот эту вот нашу Ротклиф. Ротклиф она ценит, также 400 миллионов за нее дает. И этот тоже его выдвинул Петр I, дал ему дворянство, дал ему деревни и одел самую европейскую всю одежду и дал на Лубянке ему дом построил. На Лубянке выстроил дом. То есть по полной программе его, как говорится, упаковал. Ну вот этот 14 не зря. И смотрите, какие ему даны вот эти четыре шестерки. Это говорит о том, что человек стремится самосовершенствованием. Вот эти четыре шестерки. Что он будет самосовершенствованием стремиться. Ну так и стремился. И плюс вот это люди вокруг него, три девятки, это Магнит. Он Магнитского и так его прозвали. Ну а поскольку он критичный такой он был, он критиковал этих англичан, фух и прах, и немцев за то, что они жрали, а ничего не учились. И не учили никого. Вот. И генеральский у него характер, он в конце концов этой школой все руководил, это понятно. Но в начале духовность у него была не очень, он ближе к математике, любил больше математику, чем там стоять и на этих службах. И вот видите, у него выходной день какой. Это сто процентов у нас святой. Вот пожалуйста, Леонтий. У кого с математикой хреновато, вот можете молиться ему, учащиеся, да? Леонтию Магнитскому или Теляшину. Но он либо Телятин, либо Теляшин. Это еще история не установила. Но пишут, что Теляшин. И вот сумму, правда, он потерял, но почему? Потому что он в руководство пошел. А ему надо дальше самосовершенствованием заниматься и писать, писать книги. А он, видите, в руководство как генеральское. И это его снизило сумму. Ну, Дельта меньше критиковать стал. А сумму святость четыре четверти. Все. Ну, это сто процентов святое. И матрица вся прекрасная. Вот такие дела. То есть оценка людей разная. При царях даже вот этот поганый, этот первый все подмененный. И все равно он замечал этих людей. Он же к Лебницу ездил. Консультироваться к Лебницу к самому. Вот таким образом, не говоря, что даже Теляшина заметил, из никого дал дворец. Также сейчас вот этот вот Ратклиф тоже они выкупят, не выкупят. Интересно. Ну, а будь этот, будь, что-то обуд, он пусть сидит, а будь, разуд, нам наплевать, в Кремле не видать, да? А будь, разуд, или разуд, в Кремле не видать. Всего доброго, до новых встреч, слава Пифагору. Видите, как вот сумма-то наша работает, да? То есть действительно, если сумма выше, и человек это ценеет. А у нас где там в Кремле есть с 14-ю-то? Да, они, наверное, там полы моют у них, а руководят они, у кого сумма там 9-8. Всего доброго, с праздником, с наступающим.